Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке и о кино. Сегодня речь пойдет о книге «Креативный класс» Ричарда Флориды. Что это такое? Это прекрасное издание, издательство «Ман, Иванов и Фербер», мимо которого я совершенно зря прошел довольно давно. Я должен был бы эту прочитать книгу раньше, конечно. Вот здесь уже пять новых глав, это уже мировой бестселлер, об этой книге знают все. Но на самом деле, я уверен, что те, кто любит порассуждать о так называемом креативном классе, о так называемой творческой интеллигенции, переводим все в знакомые термины, о так называемой теории структуры общества, его классовой структуры. Тут уже вспоминаются совсем архаические свои нашей памяти. Давайте, давайте, поднимаем, поднимаем, вспоминаем три источника, три составных части, кто как я это еще изучал, вот этой классовой структуре общества, или теории стратификации, то есть от слова «стратос» в свой, теории рассвоения общества по различным параметрам, слоистой структуры с точки зрения социологии человеческого общества. Значит, вспоминаем все это, все эти знания, те, кто любит об этом порассуждать, им обязательно нужно прочесть эту книгу. Потому что Ричард Форридо не просто автор термина, не какого-то распространенного понятия, научно определенного термина, с социологическим и философским наполнением собственным, креативный класс, но и исследователь с богатейшим опытом рассмотрения всех вопросов всего комплекса, связанного от истории человечества, да, мировой, древней, да, до современной политики. Вот всего комплекса вопросов, связанных с творческими способностями человека и креативным классом. У книги есть небольшое саммаре, и я с удовольствием им воспользуюсь, потому что на самом деле проблемы слишком сложны для меня. Я еще раз убедился, насколько не стоит доверять поверхностным суждениям тех, кто мнит себя журналистами или тех, кто мнит себя философами современными, начинающими рассуждать и употреблять слова типа «кряква», да, замечательное ругательство придумали. Звучит-то как по-русски чудесно «кряква», да, то есть представитель этого самого поганого креативного класса. Замечательно. Так вот, ни бы ни мы люди эти не смыслят в том, о чем говорят. Это очень сложные проблемы, и внешнее описание внешних факторов их так просто не вычленить. Вот обратимся как раз к этому краткому содержанию, да. Во-первых, о классовой структуре общества знакомой, здесь знакомые нам слова приобретают несколько иной смысл, и, в общем-то, не думайте, что эта книга имеет какое-либо отношение к марксизму в его классическом ключе или в том виде, в каком оно сейчас существует, после многочисленных надстроек и интерпретаций, да. Значит, индекс креативности лежит в основе определения и вычленения из общности человеческой креативного класса. Значит, для начала определение классов. Во-первых, креативному классу, который тоже рассваивается на несколько важных очень позиций, да, это суперкреативное ядро профессии в области программирования, математики, архитектуры, инженерного дела, естествознания, социология, образование, профессиональной подготовки и даже библиотечное дело упоминается здесь. Это очень важно, это не случайно, потому что на самом деле это, казалось бы, человек, раскладывающий книги по полкам, и человек, который раскладывает товары по полкам в оптовом складе, да, это человек, занимающийся сходными профессиями. Ничего подобного. Вот в данном случае предмет имеет значение. То есть то, чем ты занимаешься, влияет и на сам процесс, и на его организацию, и в конечном итоге на свое мышление, да. Это то же самое, что я всегда говорю про высшее образование. Да неважно, чему вас учат, у вас меняют голову, вас учат по-другому совершенно воспринимать окружающую реальность. Вот что такое высшее образование. А вовсе не сумма знаний, умений, навыков, которые вас втискивают, да, чтобы вы потом умели механически выполнять ряд необходимых манипуляций, да, каких-то, да. Вот. Креативные профессионалы. И вот этот креативный класс противопоставляется рабочему классу. Не попадитесь в ловушку термина, да. Не попадитесь в ловушку ложного друга-переводчика. Данный термин рабочий класс, понимание Флориды, включает в себя профессии, которые никогда бы не пришло в голову включить в сферу рабочего класса классическому марксисту, да, или человеку старой формации, да. Потому что здесь у нас весь комплекс профессий, не связанных методом исключения, да, совсем вышеперечисленным. Есть еще обслуживающий класс, потому что он начинается с профессии в области здравоохранения, в скобочках указывается тактично младший медицинский персонал, да. То есть это все те, которые помогают делать сложную, тонкую, требующую невероятного комплекса знаний и навыков работу, которую делают как раз креативные, креативщики, да, вот креативный класс. И отдельно выделено сельское хозяйство. Вот. Честно скажу, мне два последних пункта приходится поперек горла. И в книге я не увидел подробного обоснования, зачем выделять сельское хозяйство отдельно. Это какие-то рудименты все-таки стандартного философского мышления, которые вот этот вот труд по взращиванию каких-то плодов земли нашей и реализации их потом этот труд выделяют в отдельную сферу. Где-то престижную, там где традиционалистское общество, да, где-то наоборот, вот как бы противостояние, в самом конце идет, как отдельным таким классом профессии в области земледелия, животноводства, рыбной ловли и лесничества. Вот. Мне кажется, такое разделение несколько нестандартно и не имеет под собой оснований. Но автору виднее. Индекс креативности – это вещь довольно сложная. У меня тоже есть вопросы, которые остались неразрешенными после прочтения книги. Индекс можно определить тремя «Т». Первое – это технологии. Уровень технологий, их развитие, их наличие определяет географически то место, где будет максимально себя проявлять, расселяться, что называется, жить и работать креативный класс. Технологии. Второе – это талант. Это очень сложное явление. Здесь вот дано краткое определение. Индекс таланта рассчитывается с учетом данных о креативном классе, определение которого дано выше. Ну, то есть, это, конечно, некий порочный замкнутый круг получается, да. То есть, мы этот индекс таланта рассматриваем, сравнивая одни регионы с другими. И потом на этом же основании как раз и выделяем отдельные регионы, обладающие большим масштабным креативным классом и не обладающие им, да. То есть, мне кажется, здесь есть некое противоречие, да. И толерантность. Вот это очень интересная тема. Она очень интересная. Дело в том, что креативный класс не существует, не процветает, не приносит пользу государству, которую он должен приносить, и не развивается, не двигает те самые технологии, не проявляет те самые таланты. Второй признак, да. Если в данном регионе, в данном городе, в данном мегаполисе или в данном государстве не высокий индекс толерантности. В сущности, речь идет именно о терпимости. О терпимости к инаковости человека, который является банально, буквально, в смысле слова, твоим соседом. То есть, люди, которые проявляют нетерпимость, здесь живут только... Ну, простите меня, пожалуйста, я должен все равно буду привести какие-то примеры. Здесь живут только католики, да. Вот тебе вот так заявляют, да. Или, вы знаете, здесь только порядочные люди. Всяким косметологам сюда вход запрещен, да. Или наоборот. Вот, значит, к тем он работает, что рабочим на заводе, какой такой рабочий. Вот этого не должно быть в принципе, или хотя бы в идеале. Вот когда вот эта самая толерантность, а ее можно измерить по массе опросников и по массе стандартных социологических методов исследования. Когда толерантность достигает определенного уровня, начинает в эти места заселяться, работать и мгновенно выдвигать на первые, на передовые позиции, экономически чисто, значит, тот самый креативный класс. Вот, раз уж я упомянул экономику, я человек очень не подкованный в этих вопросах. Для меня тоже осталось загадкой то, как мы судим по экономическим показателям, да, о чисто социологических вещах. Потому что креативный класс это все-таки деление людей уже чисто социологическое, да, не экономическое. Хотя здесь огромная глава просвещена именно неравенству доходов и распределению доходов между различными классами своими населения. И вот как это неравенство коррелирует, то есть совпадает с регионами, где расселяется в США конкретно креативный класс. Как это взаимодействует с другими факторами, вот эти всевозможные корреляции. Ведь очень важно, если просто чертить графики и сопоставлять цифры, можно с удивлением открыть зависимость чего угодно от чего угодно, да. То есть вот буквально любого фактора от любого фактора. Просто два графика совпадают. О, мы сделали открытие. Тут, конечно, важна научная чистота эксперимента. А все, что касается человеческого общества, оно очень сложно поддается вот этой вот чистоте экспериментов. В общем и целом, что я могу сказать? Интереснейшая книга. Абсолютно. Почему? Потому что все эти вещи нам даются мельком, чрезвычайно пережеванные тем или иным посредником. В виде газеты, журнала или предвзятого автора, который подбивает все это в рамки своей идеологии, да. Чтобы точно вот это соответствовало тому, что он хочет на самом деле нам сказать. Он на самом деле... Что меня подкупило в книге Форриды? Он на самом деле изучает этот феномен как человек, прилетевший с Марса, да. Вот совершенно сторонний человек. Вот он просто изучает, глядя сверху на общество, различные явления и процессы, да. А в основном-то как раз подобного рода книги, где все эти творческие профессии исследуются, все о них пишется и так далее, они как раз пишутся в рамках какой-то базовой идеологии. Под эту идеологию тщательно, старательно подгоняются. Даже та самая толерантность, которую я упоминал, да, она здесь не выпячивается. Потому что это лишь один из критериев, который не важнее, чем экономические факторы, не важнее, чем фактор технологии и так далее. То есть это очень важно понимать. Форриды действительно занимаются научным исследованием. И это подкупает. Потому что он, ну пусть тоже предвзят, но он в любом случае чрезвычайно разумно строит свое исследование. На мой взгляд, на взгляд, не профессионала. Опять же, важно, что я оцениваю книгу как человек, который не имеет специального социологического, экономического или иного подобного образования. Да, я все-таки филолог. Мне просто интересно было почитать что-то научно популярное на эту тему. И я нашел ряд ответов на свои вопросы. Потому что на самом деле то, что выдается за миф, вот как бы это все ерунда, это неправильное членение общества, общество членится вот так вот, вот так вот, а выделение креативного класса это ложь, вот, и идеологический обман. Я считаю, что вот эта книга разрушает подобные, опровергает подобные утверждения. На самом деле есть такое членение, оно имеет под собой все основания. Это надо тщательнейшим образом изучать и пользоваться этим на благо общества, на благо нашего будущего и на благо нашей страны. Вот, поэтому креативный класс Ричарда Фольда, я считаю, обязательным к прочтению любым интеллигентным человеком. В какой бы сфере ни лежали ваши интересы, ваши работы, да, ваши таланты, потрясающая, ну, я бы сказал, познавательная книга. Спасибо за внимание. Издательство Манн, Иванов и Фербер. Приятного чтения. Спасибо.